Жена футболиста Павла Погребняка Марии готовится к операции на глаза. Она пожаловалась на то, что почти ничего не видит без очков и линз. При этом бизнесвумен Мария рассказала, что ей неудобно носить очки, потому что она постоянно их забывает, а линзы раздражают слизистую глаза. Погребняк заявила, что намерена раз и навсегда покончить с этой проблемой, которая серьезно мешает ей жить, и решилась на операцию. Реклама этой новостью женщина поделилась со своими подписчиками в социальных сетях. При этом она отметила, что долго откладывала поход к офтальмологу. Дело в том, что Погребняк опасалась, что хирургическое вмешательство может навредить здоровью, но врач рассеял ее сомнения, пообещав, что операция будет быстрой и безболезненной. Меня напугала любимая свекровь, сказав, что я буду пару дней ходить с заклеенными глазами. А еще нельзя будет пользоваться телефоном и компьютером. Про вождение автомобиля вообще молчу. Это для меня главный вопрос, так как по утрам я отвожу детей в школу, рассказала Погребняк. Однако выяснилось, что хирургическое вмешательство будет длиться меньше минуты и никак не отразится на обычном образе жизни без несвуми. Это успокоило Марию, которая только после разговора с врачом согласилась на эту процедуру. Решение Погребняк поддержали и другие звезды, которые также страдают от проблем со зрением. Среди них оказалась популярная телеведущая и певица Ольга Бузова, которая написала Марии ободряющей комментарии в Инстаграме. «Маш, ты же знаешь, как я мучаюсь, вообще не вижу без линз. Я с тобой», — заверила бывшая жена полузащитника локомотива Дмитрия Тарасова. Примечательно, что экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова вдохновилась примером Марии. «Если ты сделаешь, то и я вслед за тобой», — написала она. Операция пройдет уже 14 марта, в четверг, в одной из столичных клиник. При этом Погребняк не рассказала, какую сумму она заплатит за хирургическое вмешательство. «Можно купаться, летать, водить машину, пользоваться телефоном, компьютером, наносить косметику и даже тушь, а главное — рожать естественным путем», — заявила Мария. При этом в семье Погребняков уже трое детей. Это высказывание показало, что для пары это далеко не предел. Со своим мужем Павлом, который выступает в данный момент за Екатеринбургский Урал, Мария познакомилась еще в школе. Тогда она заканчивала седьмой класс, а ее будущий муж был на три класса старше, он выпускался из десятого. Разница в возрасте не помешала им сначала подружиться, после чего дружба переросла в отношения. Пара начала встречаться, строить планы на будущее. Симпатия была настолько сильной, что Мария даже пропускала уроки, чтобы ездить на тренировки к возлюбленному, который к тому моменту был подающим надежды футболистам и выступал за ярославскую команду. Успеваемость в школе у девушки страдала, но это не мешало ей уделять много времени свиданиям. Поженилась пара в 2008 году, однако пышное торжество было организовано только в 2014, когда у Погребняков в семье уже было трое детей. Первого ребенка Мария родила в 2007 году, мальчика назвали Артемом. На второго ребенка пара решилась через два года, и снова сын Павел. Третий ребенок, что примечательно, тоже мальчик, родился в 2011 году и получил имя Алексей. Мария очень трепетно относится к своей внешности. После первых родов девушка набрала около 25 килограмм, но быстро взяла себя в руки и вернулась в привычную форму. С тех пор она тщательно следит за своей фигурой, соблюдает строгую диету и постоянно ходит в спортзал. При своем росте 170 сантиметров Бизнесвумен весит всего 45 килограммов. Некоторые подписчики даже предполагают, что Погребняк якобы больна анорексией, а также обвиняют ее в том, что она употребляет жиросжигающие препараты. Сама же Мария не раз заявляла, что ей очень нравится та внешность и фигура, которыми она обладает сейчас. Женщина отмечала, что все это дается ей тяжким трудом, тренировками в спортзале и диетами, из-за которых она не ест сладкое и жирное, но результат, по ее мнению, стоит того. Любопытно, что, по мнению поклонников Погребняк, операция на глаза будет не единственным хирургическим вмешательством в ее тело. Многие считают, что Мария не раз прибегала к пластическим операциям, изменяя форму носа, губ и груди. Сама Погребняк отрицает эти высказывания, утверждая, что такая внешность досталась ей от природы. Другие новости и материалы можно посмотреть на странице Хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.